Еще раз говорю, вот эта тревожная цифра, которая 39, это на январь месяц, за 31 дней. Это недопустимо. 2023 год начался для Уфы и Башкирии сразу с нескольких крупных пожаров. Сперва Датлас горел жилой дом на улице Егора Сазонова. После этого вспыхнул дом в Федоровке. В январе текущего года в республике произошло 513 пожаров. Если сравнивать с аналогичным периодом прошлого года, количество погибших в этом году на 144% больше. На специальном брифинге, который состоялся в правительстве республики, чиновники обрисовали портрет человека, чьи неосторожные действия чаще всего приводят к трагедиям. Это большинство, вот на слайде видите, большинство, это пенсионер, проживающий в сельской местности, злоупотребляющий алкоголем, погибший на пожаре, который возник в результате неосторожного обращения с огнем. Наибольшее количество людей, это порядка 63% погибло в частных домах в сельской местности. В этом году при пожарах погибло 82% мужчин и 18% женщин в возрасте от 40 лет и выше. Причиной пожара в деревянном доме на улице Сазонова назвали именно неисправную проводку. При этом неисправна она чаще всего именно внутри квартир, а не в подъездах. Надо понимать, что такие пожары, как на Егор Сазонов, они были, есть и, наверное, будут. Это только из-за человеческого фактора. Там причины неосторожное обращение с огнем, неисправная электропроводка. К сожалению, электропроводка, да, действительно устарела, она старая, ее надо менять. Но жильцы сами владеют своими квартирами и должны этим заниматься. К сожалению, не все это могут. В основном там и происходят пожары. Ведь там же идет нагрузка, допустим, на электросеть. Это там неисправная электророзетка. Подъезда же нет электророзетки каких-то потребителей, так ведь? На брифинге было решено, что с тревожными цифрами чрезвычайные службы будут бороться старыми методами. Спасатели снова будут устраивать обходы по домам и начнут разъезжать по улицам на машинах с громкоговорителями. В Уфе у нас на сегодняшний день 12-кратный рост гибли на пожарах. В прошлом году один человек погиб за январь, а в этом году 12 человек. И причем пожары с групповой гибелью. В трех пожарах в Уфе потеряли 8 человек. На этих пожарах извещательно не было. Мы решили возобновить акцию «Мести против пожаров». В первую очередь это профилактические рейды, подворовые обходы, выдача памяток и рекомендации. Информирование населения о мерах пожарной безопасности, в том числе при помощи громкоговорящей связи. Также выдадут пожарный извещатель отдельным категориям граждан. Данный формат работы будет продолжен до стабилизации обстановки пожарами и гибели людей. Получить извещатели могут, например, одинокие пенсионеры или малоимущие многодетные семьи. С полным списком категорий, которым положены приборы, можно ознакомиться на сайте Госкомитета Башкирии по ЧАЭС. Нужно помнить, что они выдаются бесплатно. А все те, кто стучится к вам в дверь, предлагая приобрести их за несколько тысяч рублей и угрожая штрафом, пытаются заработать на вас. Егор Полторыхин, Андрей Шуняев, телеканал ЮТВ.